И сейчас для вас выступит самый известный исполнитель страны, Шаман! Всем добрый день, родные! Ну что, Краснояр, споем? Да! Погнали! Почти 200 концертов, как мы сказали, прошло уже. Да. Это, наверное, трудно учиться. Ну, не просто, но народная любовь, она штука такая, она постоянно подпитывает тебя новыми эмоциями, заряжает тебя на новые совершения. Поэтому, когда это превращается в служение людям, то, в общем-то, слово «трудно» здесь не фигурирует. Как бы это твоя задача. Но это больше как работа? Ну, я не могу сказать, что это работа, хотя, безусловно, есть некоторые аспекты, которые в моей профессии можно назвать работами. Но все же это, наверное, любимое дело, вот так можно сказать. Вот ездить по России, понятно, что трудно, не всегда можно смотреть города, но в Красноярске, насколько я знаю, вы ездили в прошлом году. Это правда. Ну, город Красноярск, он, конечно же, радует, безусловно. Единственное, что, конечно же, так происходит, что я приезжаю, когда достаточно холодно, вот, и поэтому все активности мероприятия достаточно проводятся бегло и быстро, для того, чтобы можно было, ну, сохранить здоровье, не заболеть, потому что концертов, сами сказали, очень много, и нужно быть всегда в форме, здоровым. Вот, поэтому стараешься как-то все успевать, ну, надеюсь, у меня это получается. Вот сегодня как раз на акции обливания холодной водой под песню, под моей песней о русске произошло, я пел на сцене, на сцене, а люди в этот момент слушали, радовались и обливались холодной водой. Как относишься к вот этой любви людей? Ну, каждый, вообще, если сегодня наверняка останется на концерте, в зале увидите вообще весь возрастной, всю аудиторию. Это и дети, это и взрослые люди, поэтому, ну, это, конечно, для каждого исполнителя, для каждого артиста это очень приятно, когда тебя слушают. Вот, что называется, такой огромный срез аудитории. Ну, для меня это означает только одно, что я нахожусь на своем месте и делаю все правильно. Любимый февец наш? Да, мы его очень любим, и вот пришли посмотреть его песни. Ну, так он же молодой. Ну, и что? А мы любим, хоть и у нас в возрасте, но мы любим молодых. Мы под приводом, мы любим свою родину, и тем более его песни. Он поет вообще... Какая песня самая любимая? Я русский. Потому что я этого артиста просто безумно обожаю. Я приехал на третий концерт вот в Братска. Я вообще его песни все обожаю. Ну, тут, конечно же, я русский, это прям вообще меня, вот, душ, прям круто. Почему пришли сегодня на концерт? Потому что мы третий раз уже идем на этот концерт. Самый замечательный юноша современности, талантливый, гениальный, одарен неземным талантом, восхитительным голосом. И я хочу сказать ему, вот он, допустим, на сцене, мы говорим, он пришел в нашу жизнь, чтобы солнцем светить, чтобы радость и счастье людям дарить, чтобы Россию воспеть. Всему миру назло. Мы русские, с ним и нам повезло. Так организовано все. И флажки. Я вообще в таком восторге. Мы вчера приехали из Тайшета, завтра уезжаем домой. Замечательные будут впечатления от концерта. Слезы уже появляются на глазах. Скоро будет женский день, 8 марта. И мы для всех женщин хотели сделать такой подарок и сделать программу, которая будет состоять из одних лидерских песен. Мы выпустили этот концерт, но потом его очень быстро раскупили. И мы сделали дату 10 марта, но ее тоже быстро раскупили. И сейчас добавили 11 марта, то есть 3 крокуса подряд с программой, которая абсолютно будет далека от патриотики. И более того, если вы зайдете в YouTube, в интернет посмотрите «Песня ты моя», там сейчас на ней 52 миллиона просмотров. На песне «Я русский» 50 миллионов просмотров. То есть, да, получается она уже пошла на опережение. Так что далеко не одна патриотика в моем репертуаре. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не бывает страшно от этой энергии? Ну, вообще страх – это не то чувство, которое должно быть рядом с человеком, который поет песню «Я русский» и который пишет такие песни. Поэтому я думаю, что это не про меня. Вообще в этой жизни ничего не боюсь. У меня уже… Я знаю, что есть жизнь после смерти, я знаю, что над нами Бог есть. И все свои проблемы, какие-то там трудности или там неурядицы, переживания я перекладываю на него. Пускай он все разруливает, управит. Поэтому… А я просто занимаюсь покорно своим делом, служу Россию. Тимофей, Никита и Арсений. Привет! А мы восхищаемся вами. Нас восхищает энергетика ваша. Не первый год. Ваши песни нравятся. Спасибо. А какая? Ну, судя по футболке, я русский. Мне, как творческому человеку, приятно, что мои песни преподают детям в школе. И, конечно же, ну, если это не по-честному, да, навязать что-то там, насильно как-то заставить это, ну, это невозможно. Все равно это будет, ну, как-то из-под палки. Но когда в сердце это есть, а в сердце наших молодежи, ребят, это есть, это просто необходимо пробудить. И все. А дальше все пойдет, как говорится, как надо. Гримерка артиста. Можете посмотреть, как у нас тут все устроено. Это одежда. Собственно, вот куртку Ярослав только что снял. Знаменитая кожанка серебристая с триколором. Здесь висят рубашки, которые он надевает. Несколько раз переодевается флаг. Наш российский триколор, который вынесут на сцену в самом конце. Здесь, ну, достаточно скромный такой быт. Небольшая тарелочка с фруктами. Овсяное печенье, которое артист очень любит. Чай, кофе, лимончики. Собственно, все. Вот так все скромно устроено. Я думаю, что дальше будем масштабироваться. Вообще моя цель такая. Главное, чтобы песни на русском языке любили, слушали и пели во всем мире. А уже были зарубежные? Нет. Еще пока не было зарубежных концертов. Но у нас ведь есть интернет. А интернет и вообще музыка – это голос бога. А голос бога, он понятен всем. Не зависит от того, на каком языке люди разговаривают. Если, опять же, там, в Ютьюбе посмотреть, какое количество реакций, там, иностранцев, люди вообще по всему миру на мое творчество, можно понять, что они очень тепло меня принимают, несмотря на то, что, ну, это все происходит в рамках интернета, в рамках соцсетей. Но, я говорю, как еще раз говорю, что настоящее творчество, оно, если оно искреннее, если ведь песни от души, они пробьют любые стены, любые преграды и проникнут в сердце слушателя. Я правильно понимаю, что вы еще занимаетесь продюсированием, в том числе и своего проекта. Как продюсер взглядов в будущее, искусственный интеллект, нейросети, как раз то, о чем мы говорили, интернет, да? Вот сейчас очень многие фанаты там, только там есть возможность у некоторых людей, там, смотреть песни, слушать выступления. В дальнейшем, в будущем, ну, может быть так, что, допустим, вместе с нейросетью напишется песня? Или она заменит артист? Я понимаю, да. Мне почему-то сразу вспомнился фильм, который я смотрел, очень любил в детстве, фильм «Электроник». Не знаю, смотрели вы или нет, два брата, да, «Электроник» и «Сыроежкин». И вроде бы, казалось бы, да, совершенное создание «Электроник», а все равно что-то вот да не хватало. А не хватает всегда душевности, человечности, какой-то простоты, простого общения. Поэтому, безусловно, есть, конечно, в развитиях, в технологиях, конечно же, огромное количество и плюсов. Но никогда не надо забывать о том, что у людей у нас есть сердце и душа, и что мы все связаны между собой. И то тепло, которое, ну, сегодня, вот, почувствуйте, люди будут отдавать, вот оно всегда необходимо. Поэтому об этом тоже не надо забывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!